Город в кармане Татьяна, рада приветствовать вас в студии. Давайте начнем разговор с такой общей темы, что такое центр городских компетенций, который вы возглавляете. У нас в России несколько организаций, которые пытаются прощупать будущее устройства страны и жизни людей в ней. Чем занимается ваша организация? Чуть больше года назад мой руководитель в агентстве стратегических инициатив приезжал сюда как раз в Саров и вместе с генеральным директором госкорпорации Росатом они подписали соглашение о том, что госкорпорации Росатом и агентство будут совместно заниматься развитием городов. В рамках этого соглашения мы подумали и спроектировали, что необходимо создавать центр городских компетенций для того, чтобы воспитывать команды, воспитывать лидеров и реализовывать проекты в городах. Вот в рамках этого соглашения и получился такой центр. Центр ведет сейчас деятельность, у нас идет большая акселерационная программа городских проектов под названием «100 городских лидеров». Мы занимаемся тем, что параллельно из этих проектов мы таскиваем барьеры, с которыми сталкиваются городские лидеры и проекты, и эти барьеры пытаемся снимать. И третья история, которую мы делаем, это естественная история с тиражированием практик. То есть, если у нас возникает сейчас успешная практика в городе Сарове, она у нас сейчас, я надеюсь, получится к сентябрю месяцу, мы ее возьмем и предложим всем городам остальным во всей стране. Вот это три задачи центра, которые у нас есть сейчас. А какие методы и формы работы вы используете? Ну, первая история — это акселерация. Нам очень важно брать проекты на сопровождение, и на протяжении 9 месяцев мы при помощи наставников, мы при помощи обучающих программ, мы при помощи именно проектной деятельности, при помощи интервенций городских. Это такой особый формат, когда не город приезжает к нам в Москву учиться, а мы приезжаем в город и на месте с городом работаем, с наставником, с экспертами, с другими командами, прорабатываем одну из задач этого проекта. Мы доводим, собственно, проекты до финального завершения, либо до стадии пилота, а дальше уже проекты переходят в режим собственного существования, а мы лишь наблюдаем за тем, как успешно у них все получается. А хакатон, как форма, как метод, где применяется? Это вообще возникла история очень спонтанно. У нас, как, собственно, сейчас вся наша акселерационная программа, она довольно такая. Мы ее построили по принципу очень гибкой, потому что проекты, которые к нам зашли, они очень разные. То есть это проекты ревитализации озера, либо тут проекты разработки мобильного приложения, как в Сарове, например. Поэтому мы выделили лето с июня по конец августа на время, когда у нас есть индивидуальные треки под развитие городов. И тут у нас есть три города, которые сейчас реализуют историю с Digital City, не с Smart City, а с Digital, когда мы работаем с жителями. Это Саров, это Железногорск, это Заречный. И мы поняли, что им нужна поддержка сообщества программного. Им нужна история с тем, что кто-то им должен помочь доформулировать задачи, либо найти какие-то решения под микросервисы, которые они прорабатывают. Татьяна, хакатон — это сжатый по времени формат. Почему выбран именно он? Может быть, стоило дать больше времени? Всегда сконцентрированная интенсивная работа, она показывает высокий результат. У нас есть группа участников, которые на 48 часов запираются в одном кабинете. Мы, конечно, смеялись по поводу того, что можно, конечно, лишить их еды и воды, но мы не стали этого делать. У них есть еда, вода в кабинете в одном, они сконцентрированы на данной задаче, они быстро выдают результат. Когда мы растягиваем деятельность, тем более того, когда мы вовлекаем ее, чем большее количество людей, тем меньше эта деятельность управляемая. Нам необходимо тогда выстраивать более длительные и сложные процессы. А тут у нас есть микрозадача, которую легко можно решить за сутки, за двое. Одно название, с которым я столкнулся, когда изучал вашу работу, это термин «город в кармане». Почему была выбрана именно эта метафора? Что она обозначает? Мы провели исследование запросов жителей по всей стране, о чем жители ждут от города. Потому что есть ощущение сейчас, и только-только сейчас оно начинает меняться, о том, что город не для жителей, а для чего-то другого. Для предпринимательства, для администрации, для федеральных властей, для каких-то странных категорий, которые не касаются горожан. Мы все говорим, есть такая старая шутка о том, что когда чиновник не знает, что ему сказать, он говорит «городское сообщество». Городское сообщество — это очень непонятная история. А здесь мы говорим о том, что горожанин должен быть включен в развитие этого города. То есть он должен правильно формулировать свой запрос, он должен правильно его делать. В общем, мы провели такой исследователь. По итогам этого исследования, один из запросов стало то, что город должен стать ближе к человеку и ближе стать к его телефону. Потому что сейчас телефон — это продолжение руки, как завещал Стив Джобс. И город в кармане — это значит «в кармане в моем телефоне». Поэтому, собственно, мы и так назвали наших акатон. А что такое вообще комфортная городская среда и комфорт городской среды в современном понимании этого слова? Это мой любимый вопрос, на который нет ответа. Потому что комфортная городская среда для бабушки, комфортная городская среда для мамочки с ребенком, для мамочки с коляской или с маленьким ребенком, который уже ходит. Комфортная городская среда для автомобилиста — это разные вещи. И задача — прийти к консенсусу и понять, а что устроит все категории жителей. И главное — с ними начать об этом разговаривать. Только тогда можно найти тот уровень комфорта для каждого города, который им необходим. А говорить о том, что комфортный город в целом, мне кажется, это будет средняя температура по палате. А вы как считаете, вообще старшее поколение способно воспринимать запросы жителей поколения Z, назовем это так, которые родились на рубеже 2000-х? Знаете, только что приехала из Якутии. В Якутии реализуется проект, называется «Парк будущих поколений». И они как раз сейчас работают с поколением Z. Они работают сейчас с детками от 7 лет до 13. И они пытаются вместе с ними при помощи детских форсайтов, при помощи других технологий понять, а в каком же мире хотят жить дети. И что же такое для детей комфорт? На самом деле это уникальная для России история, потому что мало кто спрашивает детей, как они хотят жить чуть-чуть подальше. А дети, на самом деле, иногда устали младенцы в глаголе «тыстина». И мы тоже задались этим вопросом. Насколько у нас бабушки города Якутска воспринимают то, что говорят дети? Воспринимают. Более того, они готовы к тому, что... Они более серьезно относятся к тому, что детям здесь жить, нежели им. И поэтому они готовы к этим изменениям. Главное, чтобы это не повредило базовой инфраструктуре бабушек и дедушек. Давайте вернемся к нашему хакатону, который стартовал в Сарове. Я когда вообще читал тему, пытался понять смысл, наткнулся на такую простую идею. В нем принимают участие программисты, люди с тех образованием. Это правда или все-таки более широкий спектр участников? В каждой команде обязательно есть программист. В каждой команде обязательно есть экономист. И в каждой команде обязательно есть трекер, либо проектный менеджер, который у них назначается. Потому что если мы неправильно ставим задачу, потому что если мы не считаем историю с экономикой этой задачи, то программисты в принципе сейчас могут написать практически все, что угодно. Но мы должны понимать, что у нас есть четкие рамки проекта. И у нас есть четкая история с экономикой этого проекта. Поэтому каждая команда формировалась именно по этому принципу. Еще одно. Люди на хакатоне участвуют в командах. Люди к вам заявлялись уже в командах или на местах распределялись? Обязательно. Заявляется команда. Не индивидуально, а заявляется команда. Поэтому мы считаем количество участников по количеству команд. К слову говоря, «Умный город» — что это такое? Это какое-то приложение, как народно-участковое. Целая система, набор приложений. Странно получать этот вопрос, будучи в Сарове. Мне кажется, «Умный город Сарова» — это теперь уже притча в языцах у нас. Это система, это платформа, которая… Смотрите, вообще в мировой практике есть разделение на «Умный город» и «Диджитал». Есть как бы «Смарт-сити» и «Диджитал-сити». «Диджитал-сити» у нас очень часто переводят как «цифровой город». Когда мы говорим про «Умный город», это больше история про администрацию и взаимодействие с администрацией, либо про систему управления для администрации. Запросы, обращения, ответы, реакции. Запросы, обращения, ответы — это одна только часть. Но внутри есть еще огромный пласт работ, связанный с маршрутизацией задач внутри. Или, например, с отслеживанием жилищно-коммунального комплекса, когда мы видим, что у нас где-то остановился лифт, и это можно увидеть в онлайн-режиме, и это прекрасно. Для этого нам не нужно получать обращения от жителей, потому что мы это уже увидели и уже отправили туда аварийную службу. Это история про «Смарт-сити», история про «Диджитал-сити», это история про мобильные приложения, это история про работу с горожанами, это история про горизонтальные отношения между горожанами, когда горожане решили объединиться и создали свое приложение, которое отслеживает там все, не знаю, события в городе, как, например, в Сургуте это сейчас происходит. Когда студенты поняли, что для них нету мероприятий никаких, и они сделали свое приложение а-ля афиш. Это история про «Диджитал-сити», когда мы работаем с жителями для жителей и работаем исключительно с обратной связью для ними. Прямо такое гражданское общество в телефоне. Да. Люди сами решают, что их волнует, и сами решают, как они будут отопить эти проблемы. Да, главное, чтобы люди были готовы для этого соорганизоваться. В этом смысле я очень люблю программистов, которые готовы это облечь в ПО, в программное обеспечение, либо в какое-то приложение. У нас, кстати, народ довольно косный, тяжело его раскачать. Вы это не чувствуете, когда именно в малые города приезжаете? Да, как в больших то же самое происходит. Ну, смотрите, есть очень хорошая история, я всегда привожу в пример с тем, что я живу в Москве. Я снимаю квартиру недалеко от офиса, это практически центр Москвы, это район Пресни. Двор, где жители живут абсолютно не готовы к каким-либо переменам, абсолютно не готовы ни к каким кардинальным изменениям, но при этом они готовы к тому, что они прокалывают тебе шины, потому что ты поставил машину не там, где обычно ее поставил, и она кому-то помешала. Они не снимают трубку телефона, они звонят, они говорят о том, что переставьте, пожалуйста, машину, будьте так любезны, а сразу прокалывают тебе шины. Мои шины вот так прокалывали дважды, хотя машина никому не мешала. Это к вопросу о том, что люди не готовы разговаривать друг с другом. Мне кажется, даже не в косности проблема, а когда они начинают разговаривать друг с другом, они начинают жаловаться. Это тоже вторая большая проблема нашей российской ментальности. Нам проще пожаловаться о том, что кто-то что-то не сделал, чем выйти и сделать самому. То есть есть неудовлетворенность, но нет навыков и умений ее как-то выплескивать в позитивном русле? Нет навыков начать что-то делать, потому что нам всегда кажется о том, что это кто-то должен сделать за нас. Кто должен заниматься уборкой территории? Администрация. Мы с вами не пойдем на субботник. Для нас субботник — это какая-то просто история с тем, что как нас в школе заставляли выходить и убирать территорию. А так, что понимание того, что ты несешь ответственность за то место, где ты живешь, вот этого пока у нас в стране очень мало. Но все меняется. Это будет выход. То есть ты можешь поругаться, а можешь достать телефон и написать. Ну, либо написать... Дорогая соседка, будьте добры, не ставить вашу машину под моими окнами. Да, да. Либо ты можешь, увидев мусор, не звонить, не кричать о чем-то, не жаловаться о том, как плохо убирает администрация, а подойти и выбросить его в мусорку. Давайте зафиксируем текущее состояние этого умного города. Он существует и развивается? Или он пока только в пилотном режиме? Он существует, он развивается, он уже внедрен в городе Сарове. Уже можно сейчас посмотреть на то, как это работает. Умныйсаров.рф, если я не ошибаюсь. На этом хакатоне вы работали по трем модулям. Это мусор, это светофоры и... Мусор, светофоры и пассажирские перевозки. Почему вы выбрали именно эти направления? Это были задачи от разработчиков умного города. Это те кейсы, которые формулировали они, это те первоочередные микросервисы, которые сейчас нужно дополнять. Поэтому сейчас мы ждем решений, которые будут внедрены по итогам хакатона. Смотрите, у вас шесть команд, да? Да. Каждая из них занимается одновременно всеми тремя проектами? Нет, нет. Каждая команда выбирает себе кейс и занимается только одним кейсом. Нам ни в коем случае нельзя распыляться. А какой стал самым популярным? Потому что кейсов три, команд шесть. Все распределилось очень справедливо. Есть две команды на каждый кейс. Это еще такой элемент конкуренции между командами, когда мы понимаем, что какая-то команда может продумать лучшее решение. Либо есть там история с мусором, когда мы даем два отдельных микросервиса. То есть история с мусором, это же не история про то, что они делают целиком модуль под уборку мусора. Нет. Они делают одну маленькую часть из этого модуля. Сейчас две команды делают две маленькие части из одного модуля, которые потом сойдутся вместе. То есть не будет такого, что один результат от метута в мусорку, а второй будет главенствующим? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет, но это зависит от качества проработки сейчас командами. Для этого мы сделали призовую систему, для этого мы сделали первое, второе, третье место, насколько решения будут эффективными и готовы к внедрению. Кстати, призовой фонд 100 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Это материальное вознаграждение, поощрение, или они будут направлены на реализацию этих модулей? Это вознаграждение командам, материальное поощрение. Но, как я говорила, это не самое главное, что должно мотивировать команды. То есть главное, что сейчас должно мотивировать команды, то, что они становятся созидателями своего города прямо здесь и сейчас. Материальное вознаграждение – это, мы будем считать, такой приятный бонус для команды, для того, чтобы можно было потом, не знаю, пойти и купить каждому по телефону, чтобы город стал в кармане. Татьяна, у вас есть система наставников и экспертов, которые оценивают, дают советы, подталкивают, в нужном направлении двигают? Безусловно, у нас в целом для программы 100 городских лидеров с каждым городом работает наставник. Например, с Саровым работает израильский наставник, это венчурный инвестор, который помогает сфокусировать проект, с которым они зашли, с маленькой деталью, с мобильным приложением, отдельным мобильным приложением, отдельный модуль, который делает команда. И вот израильский инвестор Гайзбарский, он занимается тем, что он их консультирует, рассказывает про опыты ошибки и пытается помочь им сделать из этого не локальный продукт, а сразу глобальный. То есть он нам дает сразу такую большую раму, которая происходит. Это то, что говорим, когда мы говорим про программы. Если мы говорим про хакатоны, да, есть, безусловно, есть экспертные жюри, туда входят сейчас разработчики умного города, как заказчики, которые будут оценивать качество предложенных решений. Татьяна, вот смотрите, то, чем занимаетесь вы, это работа мелких команд на, ну скажем так, среднем уровне, да, при этом никто не отменял там сервисы Яндекс, Эмейл, где работают профессиональные программисты, делают более глобальные приложения. Вот как будут соседствовать, допустим, Умный город и Яндекс.Район? Чудесный вопрос. Они, я надеюсь, будут дружить в какой-то момент, но пока Яндекс.Район не пришел в Саров, в Сарове может появиться что-то свое. Более того, у нас есть история с закрытыми городами, где, куда очень тяжело зайти Яндекс.Район, либо к какому-то крупному игроку. Иногда и проще, наверное, внутри атомных городов иногда создать некую свою экосистему, которая будет не то, что дублировать, а будет более адаптирована к тем потребностям, которые есть в закрытых городах. Она будет более отзывчивой и оперативной. Ну да, да. Это будет история с более легким управлением, это будет история с тем, что мы не все-таки закрытости, периметры, не накладывать свои ограничения по безопасности, а здесь мы их снимаем. А вот вы как считаете, человек из-за зоны, колючка, это наш плюс или минус? Это и плюс, и минус. Я не могу говорить о том, что это очень плохо, или это очень хорошо, смотря для кого, опять же. Давайте зададим вопрос. Для меня, для человека, который приезжает сюда в гости, это плохо. Потому что для того, чтобы мне сегодня утром пройти было КПП, мне нужно было проходить его очень долго. Для предпринимателя, который хочет здесь разместить предприятие какое-то промышленное, эта история может быть во многом хорошая. Например, история с Тассером сейчас, которая здесь есть. Я сейчас проехалась по площадкам, действительно есть места, где можно прям размещать, они уже готовы под то, чтобы сюда заходил предприниматель. И это хорошая история с безопасностью. Я могу не тратить дополнительные ресурсы на эту историю. Поэтому для предпринимателя это может быть хорошо. Для туриста, для отдельного, а не как для человека просто приезжего в город погостить, а как для человека, который хочет попасть в атомный город. Это вообще прекрасная история, мне кажется. И мне очень жаль, что сейчас атомные города этим не пользуются, потому что попасть за периметр мечтают все. У нас в программе был один из экспертов, это была американка, которая сейчас живет в Швейцарии и параллельно в Италии, в общем, такой международный очень крупный эксперт по комьюнити органайзингу, Карен Олсен. Она говорила, я очень хочу попасть в Саров, я хочу увидеть, как это живется за периметром, как это живется в закрытом городе. Но мы, к сожалению, не смогли ее сюда привезти, потому что есть ограничения. И мне очень жаль, что эту возможность не используют сейчас, потому что здесь происходит в некоторых релах, как вообще консервация 60-х, 70-х. И это, мне кажется, уникальная история сейчас для страны. Давайте посмотрим чуть вперед. В Сарове пройдет хакатон. Как будет дальше развиваться событие? Дальше мы с разработчиками Умного города эти решения внедряем в Умный город. Уже готовая программа, да? Да, конечно. Модули. Ну, части модулей, да. Части микросервисов, они соответствуют тем, либо они берут это в доработку, которая есть все равно базу. Какое бы решение сейчас они сделали, они все равно разработают базу под это микрорешение, либо под этот микросервис, на котором можно уже будет работать. А когда этого можно будет ждать? Я надеюсь, что это будет готово к сентябрю. Уже в этом году? Да. И в любом случае, в любом случае, в сентябре месяце у нас подходит к завершению первого акселератора. 18 сентября у нас состоится форум «Агент стратегических инициатив», где мы ждем результаты от наших городов по тем проектам, которые они делали. Татьяна, я так понимаю, «Умный город» — это часть вашей работы. Вы еще реализуете конкретные проекты на территориях разных городов. У вас нет намерения приехать в Саров именно с этой задачей? Очень бы хотелось, но это история с конкурсным отбором. То есть в том смысле, я никаким образом не касаюсь отбора проектов. Этим занимается наш экспертный совет. Мы задаем лишь параметры тех проектов, с которыми мы готовы работать. Дальше заходят проекты, их оценивает экспертный совет, и я получаю города и проекты, с которыми я буду работать. А можете вообще привести примеры таких проектов для сравнительно небольших городов? Что это может быть? Посмотрите, например, город Волоколамск. Маленький городок в Подмосковье. Там реализуется проект под названием «Волоколамские бульвары». Мы сейчас пытаемся совместить посадскую часть города и центральную часть города. Посадская часть города сейчас выглядит ужасно. Это история с красными вывесками, желтыми буквами в крапинку. То есть абсолютное отсутствие какого-либо дизайн-кода. Кто такой ЖК Харт? Мы сделали историю с дизайн-кодом. Они сейчас начинают внедрять дизайн-код. И более того, это совмещение двух частей города станет уже, я надеюсь, в этом году реализуемым. В следующем году они продолжат эту работу. Параллельно администрация ведет колоссальную большую работу по ревитализации центральной площади. Поэтому мы пытаемся это увязать в единое целое. Город Глазов. Это тоже атомный город, но тем не менее, там тоже очень хороший проект. Называется «Мой Глазов», когда они взяли в качестве проекта не центральную площадь, а квартал рядом с центральной площадью и улочки в этом квартале. И это будет такая диджитал история с тем, что каждый житель может сказать, а что же он хочет делать в этом квартале. То есть только квартал соучаствующего в проектировании. В Икса, которая находится здесь недалеко, не в рамках фестиваля «Арта враг», а отдельно они пошли еще дальше. Они сейчас делают историю с арт-двором. У них есть три двора, где жители этого двора формируют запрос и делают сами этот двор. Администрация обеспечивает только базовую инфраструктуру в виде асфальта, бордюров и так далее. Все остальное жители продумывают сами, как будет выглядеть этот двор. Что это будет двор художников, двор музыкантов или двор чего-то такого. Рядом находится город Городец. Там целый маршрут по восстановлению исторических зданий. Они уже сделали первые два здания. И это не просто история с том с Ворфестом, когда мы красим здания и приводим их в порядок исторически, а это история с наделением смыслов этих зданий. Там, например, вообще одно из зданий они восстановили в стиле Пушкина. То есть там прямо есть целая историческая справка на здании и придуман специальный дизайн-код под эту историю. В общем, и таких примеров еще масса. А вот такое оживление городов, да, это чисто наша тема или мы просто догоняем Запад? Европа, Америку, где это уже есть и применяется? У нас просто немножко другие условия. Тут нельзя говорить то, что мы догоняем или не догоняем. Тут можно говорить про то, что мы впервые, наверное, сейчас начали говорить про сообщества городские. Это действительно на Штатах эта история, она вообще с самого начала формируется, потому что у них идет такой формат, когда муниципалитет и объединение граждан в муниципалитете, даже больше вот это вот комьюнити, то, что у них называется, они сами решают то, как будет выглядеть их улица, как будет выглядеть их школа, кто будет в этой школе на наблюдательном совете и так далее. У них эта система работает давно, с самого начала. Такое территориальное самоуправление. Да. У них, как правило, федеральная власть, она ничего не решает на местном уровне, жители решают все самостоятельно. Поэтому все американские сериалы, на самом деле, правда. Я сама училась какое-то время в Америке, я это видела воочию, когда у них есть соседский регламент того, как ведут себя соседи и что это такое. Какого уровня должен быть, какой длины должен быть газон, какого цвета должны быть дома и так далее. Они это принимают самостоятельно. В долгих спорах, в жарких спорах, но они это делают самостоятельно. История с Европой, она очень разная, смотря какая Европа. Но там тоже есть отдельные ячейки, особенно в Швейцарии, потому что у них история с кантонами, где они тоже работают с местными сообществами для того, чтобы определить, что же им надо, потому что они там полярно разные, они там просто по национальному признаку разные. В нашей стране этим толком настолько серьезно, они этим не занимались. Конечно, сейчас многие критики могут говорить мне о том, что как же советское время и как же советы. Потому что советы, на самом деле, это была попытка организовать сообщество. Советы на предприятии, если мы говорим про начало 20-х годов, это история про то, как рабочие могут повлиять на политику управления на предприятии. И такая же история была про сельские советы и так далее. Я уже не говорю про поздний советский период, где идея была полностью перевернута и извращена. А изначально смысл был вот в этом, в самоуправлении, которое просто вышло из-под контроля в какой-то момент и стало более административным и номенклатурным. Сейчас мы снова пытаемся поднять эту тему, но мы пытаемся сказать о том, что нам не надо догонять Запад, нам нужно разобраться, а в какой степени мы можем влиять у нас на что-то при помощи этих сообществ. То есть не просто красивые набережные и вывески, а попытки объяснить людям, что они сами могут создавать пространство, в котором живут. Не надо делать из города витрину. Не надо делать из города витрину то, что сейчас пытаются делать администрация. Идет очень большая работа по благоустройству сейчас. Это, мне кажется, нью-блэк сейчас. Давайте приведем в порядок центральные площади, давайте приведем в порядок набережные и так далее. Но при этом они пустые. Это стандартные концепции, стандартные решения. Мы сейчас своей деятельностью пытаемся их повернуть к тому, что давайте развернем это к людям. Давайте сначала спросим, чего хотят люди, что они хотят делать на этой набережной. Пусть тут будут стандартные ответы, но не будут. И потом уже построим эту набережную. Давайте спросим, а что люди хотят делать на центральной площади. Или давайте предложим им варианты того, а что вообще там можно делать. Вот вы знаете, что делать на центральной площади? Можно ее перейти и пойти дальше. Вот, можно ее перейти. Можно там рядом припарковать машину. Можно там, я не знаю, вот так вот походить по кругу с коляской, потому что там ровная плоскость и так далее. Но там больше ничего делать нельзя. А давайте подумаем, что еще там можно сделать. Как оживить это пространство. И об этом надо разговаривать с людьми. Потому что им потом туда ходить, им там потом кушать бургеры или там, я не знаю, сосиски в тесте или все что угодно. И вот мы сейчас вот эту парадигму пытаемся развернуть, чтобы люди могли влиять на то, что они могут влиять. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяной Журавлевой. Татьяна, большое спасибо, что пришли. Удачи вам в вашей работе. Надеюсь, вы приедете к нам снова и мы узнаем что-нибудь новое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин